с нами санан сугиров и максим чагаев после своей головоломной партии пожалуйста пару слов санан и максим максим белым играл ну начнем с того что за такие как бы нервные партии да то есть нужно давать не пол очках там 075 хотя бы каждому вот партия на самом деле очень интересно очень сложно то есть наверное у меня был большой перевеску это момент вот затем как-то я да уже в цветнотной горячке все выпустил скорее всего вот потом уже в конце соответственно был какой-то шанс у меня очень странный да то есть как бы вместо того чтобы форсировать ничью ходом ферз б7 наверное можно было сыграть ладья б7 шах и потом f3 но опять же когда у тебя минута на часах то есть там руки трясутся как бы уже все надеешься как бы да пожать потную ладошку как бы согласиться на ничью пойти готовиться к следующей партии вот но да то есть партия очень интересная была санан ну да мы в принципе сейчас как раз в анализе с максом установились то скорее всего ладья б7 это выиграла в конце f3 но как бы на падающем флажке там не каждый поднимет а так партия конечно очень интересная в принципе думаю что зрители надеюсь довольны да то есть не только как бы ругает за быстрый ничьи иногда мы можем и так играть как-то не так обидно что ты уже готовишься ну по пять часов и играешь хотя бы пять все таки да то себя не играешь там полчаса там предлагаешь ничего уходишь не знаю я наверняка я наверно у меня плохая позиция была компьютерная как-то кажется что не один раз у белых был выигрыш возможно у меня был даже перевес не знаю но с человеческой точки зрения мне казалось что игра идет на три результата то есть особенно в цепноте то есть не казалось что может абсолютно любым результатом закончится вот и закончилась ничьей санан а что планируют планировали делать после f6 комбьет е6 если бы максим сыграл я хотел пойти получается как-то с отрилили врата 3 но она может быть тоже плохо но вот как раз пытались установить я честно говоря считал этот вариант как раз очень долго я последние там свои запасы по времени до спалил я считал вот ферзь a6 c2 ладья f1 вот и не мог понять что это за позиция то есть ладья f1 c1 ферзь превращается в ладья c1 ферзь c1 король h2 и я очень долго не мог понять что это за позиция то есть как-то вроде бы у черных лишнее качество и ход можно еще на g3 так сказать слона уничтожить но вот как-то да то есть мы так немножко по анализировали с сананом после партии и не за видимо плохо там у черных потому что как-то четко четкого пути защиты не видно да то есть как бы если не видно то у белых наверно выиграно но опять же сложно это все поднять видимо все это правильно посчитал просто самое сложное было поверить туда как-то как-то да так а в принципе мне казалось что как раз я ловушку поставил классную что типа на f6 кони 6 c3 видимо выясняется что так села ушка была с изъяном но видимо видимо да ну с практической точки зрения на самом деле довольно хорошо да было все-таки там по пять минут у каждого грубо говоря и высчитать все на таком коротком времени когда до контроля еще ходов 12 наверное но все-таки довольно непросто было но в целом вы оба довольны результатом даже не результатом кареätzen партией партии даже то интересная партия то есть и мне кажется это как раз таки да наверное пока одна из самых интересных на турнира ну-ка да ну то есть опять же партии такой дворда ну результатом видимо как-то трудно сказать видимо даже что доволен результатом с учетом того что как бы мы там не один выигрыш до нашли в анализе но опять же то есть другой стороны всё-таки как говорится слеза доской не видел знач выигрыша не было да то есть а в анализе но в общем то мы все мы все самые умные, да, то есть поэтому если не видел, значит, как бы все было не так просто. Хорошо, спасибо и удачи. Спасибо.